Смучные даты остались, и кучу, 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 однако, в нем в языках, Сдастся крови в небольшом объеме совсем не вредна, а даже наоборот может быть полезна для пожилых людей, поскольку она стимулирует процесс кровообразования. Компания по сбору крови осуществляет эти специально оборудованные автобусы общества Красного Креста, которые посещают различные учебные заведения или армии. Субтитры создавал DimaTorzok Большинство южнокорейских офисных работников часто вынужденно задерживаются на работе. Такой вывод сделал южнокорейский рекрутинговый портал JobKorea, опубликовав на днях результаты опроса на данную тему. Он проводился среди 958 сотрудников южнокорейских компаний. 61% респондентов сказали, что не могут в установленное время покинуть офис и вернуться домой из-за большого количества работы. Интересно отметить, что чем выше занимаемая должность респондента, тем чаще они давали такой ответ. К примеру, почти 84% сотрудников в ранге главного менеджера или его заместителя часто сидят за рабочим столом допоздна. Первую причину подобной необходимости они объясняют... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый пятый гражданин Республики Корея в возрасте от 20 до 29 лет имеет опыт приобретения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опросы примерно среди 2,5 тысяч человек в возрасте от 25 до 64 лет. Почти 14% участников опроса указали на то, что имели такой опыт. 6,4% сказали, что у них в наличии есть криптовалюта. Как выяснилось, уровень участия в подобных операциях возрастает по мере уменьшения возраста. К примеру, если 7 людей от 20 до 29 лет... Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом случае хозяин счета получает трехзначный номер. Он вводится при входе на свой аккаунт на бирже, что обеспечивает удостоверение личности инвестора. Эта мера направлена на подтверждение идентичности личных данных обладателя счета в банке, привязанного к бирже, а также непосредственно участника торгов. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Гор, море. Горы резко обрываются в море. Купаться там, правда, можно только летом. Вода в море достаточно холодная. Тем не менее, тем не менее, вот это море, горы и по корейским меркам относительно малая населенность. В горах, правда, осталось большое количество буддистских монастырей, некоторым из которых уже более полутора тысяч лет. Разумеется, здания не сохранились с тех давних времен, но увидеть какое-нибудь здание 17 века в этих горных долинах, в каком-нибудь древнем монастыре, вполне реально. Итак, первая, куда можно поехать, два часа в одну сторону, два часа в другую, это восточная побережья страны. Вторая точка, куда бы я посоветовал поехать, находится совсем близко к Сюху. Они, собственно говоря, даже особо не говорят. Фактически, это пригород Сеула. Это город Сувон, который сейчас находится, ну, где-то в части езды на электричке. В свое время думали о том, чтобы перенести туда столичью страны. Без плана этого ничего не получилось. Она там сухонная и очень хорошо сохранившаяся крепость 18 века. Кроме того, именно там находится интереснейший музей корейской этнографии, так называемая корейская деревня, куда очень советую съездить. Итак, это второе направление, Сувон. Туда вообще можно попасть на электричке. Третье, это относительно дальний юг. Это Кёнжи. Тоже столица страны, но вот в середине и второй половине первого тысячелетия нашей эры, когда южная центральная часть Икарусского острова управляла государство Объединенная Сила. В те времен там осталось не очень многое, но кое-что осталось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Говорим, как герои сериалов. Привет, школа. Включить любовь. Говорим, как герои сериалов. Говорим, как герои сериалов. Говорим, как герои сериалов. Ха-ха-ха. Я не laid так такое forecast. Бывочки, которую думали как герои сериалов. Продолжение следует... Прилагательное, которое можно перевести как «широкий». Выражение «удирапчандольта» дословно переводится как «Насколько же широкая у тебя верхняя одежда». Оно имеет переносное значение. Ведь широкая одежда можно покрывать много чего-то. Выражение указывает на чересчур любознательных людей, которых интересует много разных вещей. Такие люди вмешаются во все, даже если это совсем не их дело. С другой стороны, оно указывает также на людей, которые чересчур заботятся о других. Не жалей себя. Поэтому «удирапчандольта» часто имеет негативный оттенок. В нашем случае мы перевели его с ироническим оттенком как «какой же ты щедрый». А также мы попробовали как следует приснести наше выражение. Помимо этого, мы попробовали выучить другие выражения. Ну как, вспоминаем, что изучали в течение этой недели. Давайте прослушаем наше выражение три раза подряд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! В эфире русская служба Всемирного радио КБС и наша еженедельная рубрика «Корелия и я», которая выходит каждую пятницу и знакомит вас с людьми из России и стран СНГ, вносящими вклад в укрепление отношений своих стран с республикой Корелии. Сама имена Ким, а за режиссерским кольтом Маша. Как вы знаете, русскоговорящих граждан из СНГ, проживающих в разных уголках Кореи, становится все дольше. У каждого из них жизнь в стране и стране в стране складывается по-своему. И вот на нем положительно. Наша сегодняшняя гостья, Народина Ким, приехала к нам в студию из далекого живописного острова Кодже. Здравствуйте, Народина. Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. Я с удовольствием поделюсь своей историей жизни в Корее. Спасибо, что вы проделали долгий путь, чтобы быть сейчас с нами. Сколько часов на машине вы ехали бы с Уилла, с острова Кодже. Я живу в Кодидо почти 15 лет. И в Кодидо приобрела достаточно огромный опыт в Корее. Самый серьезный проект начался в ДСМИ. По рекомендации знакомых я отправила резюме на этот проект. И через определенное время меня приняли на должность ульной строительства. ДСМИ – это бывший ДЭУ кораблестроительный завод, который строит завозы, суда, круптотоннажные танкеры для перевозки сырой нефти. Плавучие установки для добычи и хранения отгрузки нефти. Первый проект был Бельгийский, который на протяжении многих лет работал в ДСМИ. Позже я получила предложение на работу наверх в Самцун. Второй проект был от заказчика «Газпром» и «Газфор», которые наряду с Выборгским субостроительным заводом подписали контракт на выполнение работ по строительству двух уникальных полупогружных буровых установок. Первая – это была «Полярная звезда» и «Северная сиянь». Корейская сторона отметила уникальное техническое воздействие от лучших полупогружных буровых установок, которые позволяют их эксплуатации в самых тяжелых условиях Арктики. Также я вела церемонию именно летения в Суру. И еще помню, когда меня спросили, откуда я, я гордо сказала, что с Узбекистан. А вот у Вас написано имя Наргиза и корейская фамилия Ким. Вот и говорит ли это о том, что у Вас есть какие-то, ну, может быть, корейские корни, или же Вы замужем за гражданином Кореи? Да, конечно, это интересно. Все всегда спрашивают, почему Наргиз, почему Ким. Конечно же, это не секрет. Ким – это знаменитая корейская фамилия, и я была замужем за гражданином Кореи. Мы прожили этот бед, но по течением советов нам пришлось ростать. А это бывает. Кстати, вот многие иностранные женщины, которые после развода вынуждены уезжать из страны, потому что надо тяжело уже здесь. Они не такие самостоятельные, как Вы, но у Вас ничего не изменилось, и даже, может быть, на лучшую сторону пошли дела. Может быть, это придало силы, чтобы доказать, что я смогу сама что-то добиться в этой жизни. Тем более Корея очень такая страна, которая помогает, которая поддерживает во всем. И если ты стремишься, то ты можешь добиться всего. А вот расскажите о своей семье в Взбекистане. Моя мама казашка. Я по-национальности. То есть, оказывается, ничего узбекского даже нет. Получается, да, что я не удача, но так как мы в Сузбекистане, я всегда была разговаривала. Я в Сузбекистане. У нас очень современная семья. Мы почитаем национальные обычаи, традиции. И, конечно же, никто не думал, что я приеду в Корею, буду жить, если эта страна станет моим вторым домом. Родители вначале были очень против. Они ничего не знали об этой стране. Я даже помню, в первый приезд в Корею, их багаж превышал аж на 20 килограмм. Везли все, что только было можно. Сыры, колбасы, сосиски. Почему-то они думали, что в Корее ничего кушать. А они чуть-чуть. И папа отправил ковер в догонку, который весил 50 килограмм. Они очень до нас поживали. То есть о том, какой вы богатый опыт работы приобрели в Корее, понятно. Интересно, с каким багажом опыта работы вы приехали в Корее? Чем вы занимались в Сузбекистане? Я закончила Самаркандский государственный университет имени Анишера Мадоис, факультет экологии и географии. Состоятельно изучала английский язык. Начала работать у вас в строительной компании. Это была в оборудовании эксплуатации. И, конечно же, первый опыт я получила от своего отца начальником отдела кадров, позже в экономическом отделе. Затем я работала в своем же университете, начальником отдела кадров, при академике Ресатарии. А вы в Корее приехали одна или в чем-то из своих ученых с ним? Нет, я приехала вместе с твоим сыном, которым... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Я общалась с вами коллегами на русском языке, на английском языке. Я не помню, чтобы был очень такой вот шок культурный или что. Еще я заметила, что корейская культура и узбекская, они очень-то похожи. Они очень близки. И языки, кстати, да, в грамоте? Да. Созвучность такая же. Поэтому говорят, что узбеки все изучают корейский язык, даже эти русскоговорящие. Вообще, это очень важно, что корейское правительство заботится об иностранстве, создавая различные программы по адаптации и принятию на работу. Просто, может быть, не все знают об этом, и не все хотят воспользоваться такими услугами. Например, я считаю, что это большой плюс, что иностранным замужным женщинам государство оплатит обучение на получение новой профессии. После чего выдает лицензию, предоставляет рабочие места в боссучреждениях, намного облегчает жизнь в своей стране. Например, вот какие вот такие программы уже прошли, воспользовались? Да, благодаря этим программам, которым я обучилась на психологии английского языка, я была направлена на работу в первой школе, учителем английского языка, в академиях частных, ввела уроки в центрах YWCA и в детском доме. Еще меня пригласили на работу в Кённамбанк, BMK-банк, наверное, сейчас это называется. Я пригодилась на работу в Кённамбанке, 2 года, конкурсируя иностранцев, этот опыт и другой опыт работы, конечно же, на всех этих предприятиях, на всех этих предприятиях, на всех этих строительных, пригодился мне для открытия моего собственного дома, которым я занимаюсь уже 5 лет. Да, вот вы являетесь владелицей собственного бизнеса, а чем именно занимается ваша фирма, как она называется? Наша компания «Надолго» на 17-м из Кореи. Мы занимаемся недвижимостью, аренды, квартир, домов, машин, перевозкой, другими услугами для иностранцев. На остров Ходидок приезжает очень много экспорт-семей, которые работают на DSM и Samsung, и им всегда нужна поддержка предоставления фастер и других услуг. То есть вы помогаете иностранцам, не только своим соотечественникам, да, а иностранцам, которые приехали из разных стран мира? Да, да. Вы помогаете многонациональные семьи. Все началось с того, что мои знакомые иностранцы, с которыми я работала и встречалась в Корее, часто просили подыскать на жилье, что-то купить, перевезти, помочь, даже заказать одежду, потому что все было на корейском языке. И вот мы решили заняться этим более профессионально, получить соответствующее разрешение и открыть свою компанию, которая называется «Симок. Несколько иностранцев». Заинтересованность и объективные недвижимости в Корее. Благодаря опыту работы в банке я консультирую по получению предупреждения и других разных вещей, которые нас интересуют, и для них это актуально новое. Кроме этого, в «Симок. Несколько иностранцев» я провожу различные стойки для всех желающих, основанных иностранных жены, которые приехали в Корее в контакт. Это люди из разных стран. Опять же, чтобы адаптироваться, мы приводим в Рейску по Корее, знакомимся с корейской культурой, аргеневым цирком, внутренним сосудом, как мы их называем. Также русские бывают в Рейске. Многие даже не знали, где находится Узбекистан и что это в странах. Сейчас многие хотят туда поехать. И, конечно, это было в нашу еду. Однажды, когда мы организовали ужин, открыто на мое день рождения, попросили всех желающих, кушали всех с большим удовольствием. Например, на Маскеннике мы знакомились с русскими генами, национальной одеждой. Мероприятие тоже очень пришло и хорошо. Для многих это было впервые. Ну, в общем, стараемся знакомить их с нашей культурой, с нашими странами. Ну, вот вы сказали, что знакомики у нас раз в корейской культуре, да, где у нас устраиваются какие-то туры. Расскажите, вот куда именно вы ездили? Ну, мы ездили в корейские деревья, в чем мы делаем? Штан, Саньон. Постараемся показать им все, что это можно. Но пока люди у нас все время бывают мало, это нам день или два, то мы едем ближе к коде острого. А вот по поводу джинина, вы как говорите, расскажите мне, пожалуйста. Да, это тоже у нас как-то специальное салоно. Мы стараемся сделать все эти мероприятия, казники. И на вырученные деньги от этих мероприятий мы всегда как бы поддерживаем детские дома. Например, в декабре будет все в день в вечер. А все желающие в детской компании спонсировать детский дом Серов. То есть это именно тот детский дом, в котором вы преподавали английский язык, да? Вы решили бумаги? Да, я сюда поддерживаю. Но иностранцы тоже посмотрят, кто телевизор, кто вещи, кто велосипеды. Мы всегда стараемся им помочь. Так как среди иностранцев очень много талантливых женщин, они рисуют. Что интересно, они научились рисовать именно в Корее, у корейского учителя. Так как мужья в основном работают, а жены сидят дома и нечем занять. И вот они стоят, а у меня все, что можно, все что можно. Они полуэты, все вот как бы раз-за себя удивляют и радуются. И вот многие из них рисуют очень красиво, вышивают, льются. Мы организовали такое мероприятие, что, значит, все же на иностранстве. Хотя вам нужны женщины, которые жены иностранцы. Мы рисковали картины, и тема была, и тема, и тем, что нравится. И из этих картин мы сделали календарь, распечатывали календарь, складали их всем желающим, потому что желающих было очень много. Набрали суммы около 3 миллионов и 100 тысяч, и сколько, да, это, конечно, спасибо. Это очень фокусально, я даже думаю, что об этом не смешали, да, вот официально. Да. Очень хорошие примеры для других иностранцев, да, и которым я спрашиваю. Да, это, да. Благодаря вам. А есть ли у вас в планах реализовать себя еще в каком-то деле, в каком-то деле, в каком-то желающем мире? Да, конечно, есть в планах много. Что я хочу сказать, радует то, что Узбекистан сейчас активно развивается. Я очень тщательно смотрела новостями, переживаю. Было такое, что наша компания бронировала гостиницы, делегации из Узбекистана. Они приезжали на переговоры в Корее, да, и много границ отрабатывали. Какой вы сейчас подклад в это разместили? Тем более, я думаю, что наши знания и навыки могут принести большую пользу обеим странам. Ну, что же, спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Я думаю, всем дослушателям было интересно узнать не только о вашем богатом купотепроживании, да, и о Скорее, на обитом острове. И я надеюсь, что они приедут туда, посетят и увидят все свои догадания. Удачи вам и во всех ваших видео. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Вы сможете снова прослушать этот YouTube, а также посмотреть фотографию на нашем интернет-сайте-патрисе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok